Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение предмета естествознания. Тема нашего урока сегодня — природа, источник явлений, пространство и время. Сегодня на уроке мы поговорим о явлениях природы — астрономических, химических, физических, биологических. Рассмотрим, что такое год, сутки, увидим, от чего зависят времена года. Научимся отличать високосный год от невисокосного. Все изменения в окружающей нас среде называются природными явлениями. Рождение звезд, смена дня и ночи, таяние льда, набухание почек на деревьях, сверкание молнии при грозе и так далее — всё это явление природы. Природные явления бывают астрономическими, химическими, физическими и биологическими. К астрономическим явлениям можно отнести все явления и события планетарного масштаба, например, солнечное затмение, лунное затмение, летнее солнцестояние, парад планет и многое другое. Изменение состава тела или вещества, превращение одних веществ в другие, называется химическим явлением. Примерами химических явлений могут послужить горение топлива, ржавение железных гвоздей и многое другое. Химические явления происходят в условиях нагревания веществ, при действии на них электрическим током, сильным давлением и так далее. Некоторые химические реакции человек использует уже тысячи лет, выплавляет металл из руд, обжигает глину, дубит кожу и так далее. Химические реакции происходят не только в неживой природе, но и в живых организмах. Благодаря им организмы питаются, движутся, растут. Вспомним, что тела состоят из веществ. Заметим, что при одних явлениях вещества тел не меняется, а при других меняется. Например, если разорвать листок бумаги пополам, то несмотря на произошедшее, бумага останется бумагой, а если же бумагу сжечь, то она превратится в пепел и дым. Явления, при которых могут изменяться размеры, форма тел, состояние веществ, но вещества остаются прежними, не превращаются в другие, называют физическими явлениями. Например, испарение воды, свечение электрической лампочки, звучание струн музыкального инструмента и так далее. Физические явления чрезвычайно разнообразны. Среди них различают механические, тепловые, электрические, световые и многие другие. Явления, происходящие с телами живой природы, способными обмениваться с окружающей средой, вырастать и размножаться, называются биологическими явлениями. Примерами биологических явлений могут послужить рост растений, жизнь животных, их развитие, размножение и многое другое. В старших классах мы углубленно рассмотрим названные выше явления и науки о природе, биологию, химию, физику, географию. Время. Вся наша жизнь состоит из следующих друг за другом отдельных событий. Промежуток длительности, в которой совершается событие, называется временем. Люди уже давно выбрали сутки как одну из основных единиц измерения времени. Сутки – это промежуток времени, за который земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. А вращение земли вокруг своей оси является причиной смены дня и ночи. С помощью часов можно узнать время суток. С древнейших времен до наших дней люди пользовались различными часами. Существовали песочные часы, огненные часы, водяные часы и многие другие. До сих пор есть выражение «утекло много воды». Это напоминает о водяных часах. В настоящее время существует механические, электрические, электронные, кварцевые и атомные часы. Наши основные часы – это земля. Вращаясь, она может с точностью указать время в любую секунду. Ну а солнце даёт возможность увидеть стрелки на этих часах. Это тени домов, деревьев или гномона. Из наших наблюдений можно сделать такой вывод. Гномон – это простые солнечные часы. Когда солнце восходит на востоке, тень предмета бывает самой длинной, и она направлена на запад. В связи с этим, как солнце поднимается над горизонтом, длина тени уменьшается. Когда солнце доходит до самой высшей точки на своем пути, тень становится самой короткой, и конец тени направлен в северном полушарии на север. Это происходит в каждый полдень. Направление тени в полдень с юга на север, юг-север, называется полуденной линией. В полдень солнце всегда видно на юге, значит, позади север, справа – запад, слева – восток. В полдень само солнце выполняет функцию компаса. Перед заходом солнца тень снова удлиняется. После захода солнца исчезает, все это происходит из-за того, что Земля вращается с запада на восток. Проводя мысленно полуденную линию до северного и южного полюсов, мы получим на Земле и на ее модели глобуса линию, которая называется меридианом. В переводе с латинского означает полдень. По меридиану отчитывают географическую широту. По расчету географической широты можно узнать, где располагается село или город, как далеко они находятся от экватора и полюса. Первоначальный или нулевой меридиан был выбран условно. Он проходит через город Гринвич, расположенный в Англии. Город Бишкек расположен на 43-м градусе северной широты. Соединяя между собой точки, находящиеся на одинаковой географической широте, получим окружности, называемые параллелями. Они на самом деле расположены параллельно экватору. Экватор – это самая большая параллель. Он делит земной шар на два полушария – северное и южное. Через любую точку земного шара можно провести свой меридиан и свою параллель. Начиная с нулевого меридиана, производится отсчет часовых поясов. Город Бишкек располагается на пятом часовом поясе. Для расчета больших промежутков времени люди издревле применяли солнечный год или лунный месяц. Придумала мать дочерям имена. Вот лето и осень, зима и весна. Приходит весна, зеленеют сада, и птичьи всюду звенят голоса. А лето пришло, все под солнцем цветет, и спелые ягоды просятся в рот. Нам щедрая осень приносит плоды, дают урожаи поля и сады. Зима засыпает снегами поля, зимой отдыхает и дремлет земля. Это явление, как мы помним с начальной школы, называется сменой времен года. А от чего зависит смена времен года? Времена года это четыре сезона. Зима, весна, лето и осень. Лето, когда дни наиболее длинные, а солнце поднимается высоко над горизонтом. Зима, дни короткие, а ночи длинные. Межсезонные времена года весна и осень, на которые приходится период переходной смены сезонов лета и зимы. Земля вращается вокруг своей оси, делая оборот за сутки. Одновременно она движется и вокруг солнца. Ученые доказали это, а космонавты увидели это собственными глазами. Давайте посмотрим, как вращается земля вокруг солнца. Ось земли направлена на полярную звезду и наклонена всегда в одну сторону. Получается, полгода земная ось с северным концом обращена в сторону солнца, и все северное полушарие получает больше солнечных лучей, так как лучи падают прямо. В это время у нас лето. Когда южное полушарие поворачивается к солнцу, то на северном полушарии наступает зима, так как лучи падают косо и плохо нагревают землю. Земля перемещается вокруг солнца, совершая полный оборот в течение одного года. Поэтому в разное время года земля по-разному представляет солнечным лучам свою поверхность. Когда солнечные лучи падают отвесно прямо, солнце жарче. Если же лучи солнца падают на земную поверхность под углом, то они греют земную поверхность слабее. Солнце всегда стоит прямо на экваторе и в тропиках, поэтому жители этих мест не знают холодов. Там не так резко, как у нас, сменяются времена года и никогда не бывает снега. Поэтому жители Африки знают о наступлении холодов, только понаслышке. Все знают, что с самого рождения наша Земля вращается вокруг солнца, как волчок на гладком полу. Пол — это и есть плоскость земной орбиты, а стержень, вокруг которого крутится волчок — это земная ось. Так вот, оказывается, земная ось не перпендикулярна земной орбите, а наклонена на 23,3 градуса. Ну, хорошо. Но какое отношение наклон земной оси имеет к нашей погоде? Самое прямое. Вот земля плывет мимо солнца, и северный полюс наклонен в его сторону. Солнце заливает светом и обогревает северные полушария. Сейчас там лето. А южный полюс практически скрыт от солнца. В южном полушарии зима. Но путь Земли продолжается. И вот уже все по-другому. Теперь южный полюс обращен к солнцу, а северный как будто отвернулся от него. Ушел в ночь. В южном полушарии теплее, чем в северном. В южном полушарии – лето и каникулы. А в северном – зима. И белый медведь готовится к спячке. Если мы станем и дальше следить за движением Земли, то заметим, что дважды в год оба полюса оказываются на равном расстоянии от солнца. Это время весны и осени. То есть за год на нашей планете сменяются четыре сезона. Четыре времени года. И все это благодаря наклону земной оси. Ну вот. Теперь мы знаем, почему в сентябре 2060 года в северном полушарии будет осень. И в средней полосе России. И на берегу Мексиканского залива. И почему в австралийском Сиднии, в южном полушарии, в это же время будет весна. И почему на севере приток солнечного тепла будет уменьшаться, а на юге увеличиваться. Время одного оборота Земли по орбите вокруг Солнца называют годом. Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Обратите внимание, что не просто 365 дней, как мы привыкли говорить, а есть еще часы, минуты и секунды. Каждые четыре года на Земле наступает год, получивший название високосного. В нем 366 дней. Часы, минуты и секунды, накапливаясь за четыре года, дополнительно составляют один день. Его прибавляют к самому короткому месяцу февралю, имеющему в обычный год 28 дней. Чтобы отличить простой год от високосного, установлено такое правило. Если две последние цифры года делятся без остатка на 4, год будет високосным. Если с остатком, то обычным или невисокосным. Например, 2020 год високосный, а 2021 обычный. Ребята, есть еще самые длинные и самые короткие дни в году, которые называются днями зимнего и летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние наступает 22 июня. В этот день самая короткая ночь и самый длинный день. А зимнее 22 декабря. Этот день будет самым коротким, а ночь самая длинная. Во всем мире в каждом году имеется двое суток, когда день равен ночи. Это происходит весной и осенью. Ровно между днями солнцестояние. Осенью это происходит около 23 сентября, это осеннее равноденствие. Весной около 21 марта, это весеннее равноденствие. На максимальном расстоянии от экватора можно наблюдать такие явления, как полярная ночь и полярный день. Полярная ночь – это период времени, продолжительностью более суток, когда на небе отсутствует солнце. Максимальная продолжительность полярной ночи в северном и южном географических полюсах составляет около 178 суток. Полярный день – это период времени, когда солнце не уходит за горизонт. На полярных кругах Земли он длится один день. В более высоких широтах его продолжительность увеличивается, достигая максимума 186 суток на полюсах. Каждое время года прекрасно по-своему. Смена времен года – это гениальная придумка природы, Вселенной. Итак, ребята, сегодня на уроке мы поговорили о явлениях природы – астрономических, химических, физических, биологических. Рассмотрели, что такое год, сутки. Увидели, от чего зависят времена года. Научились отличать високосный год от невисокосного. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам всё было понятно и интересно. До свидания, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok